Лекция по Шимадбхагаватам, песня 3, глава 26, текст 21. Прочитана его божественной милостью Ачебактивидантой Свами Прабхупадой, 30 декабря 1974 года в Бомбее. Тогда в Махаттатве проявляется гуна благости, которая представляет собой ясное, спокойное состояние осознания личности Бога, и которую обычно называют Васудевой, или Сознанием. Это состояние Васудевакхиам, или Читтам, всегда наполнено сознанием Васудева. Васудева Кришна. Итак, наше нынешнее положение сознания осквернено тремя гунами материальной природы. Саттвагуны, Тамагуны и Раджагуны. Здесь описывается Саттвагуна, качество Брамана, Саттям Шамодама Шоучам. Тем не менее, ее нужно очистить. Это называется Сватчхам. Сватчхам означает кристально чистая. У нас есть опыт. Если вы заплывете в середину океана, вы можете увидеть в воде на большой глубине 10 метров прозрачную воду. Те, кто им плавал в море, они могут увидеть, насколько оно прозрачное. Итак, Читтам, сознание должно быть чистым. Васудевакхиам. Когда человек может ясно, отчетливо видеть Васудеву, или Верховную Личность Бога. Это возможно. Мы лишь должны очистить Читту. Это метод, данный Шичайтани Махапрабху. Как очистить Читту? Сознание. Читта датпана марджанам. Марджанам значит очищение, шлифовка. Читта датпана марджанам. И как только Читта, сознание абсолютно чистое, тогда Бхава Махадавагни не рвапанам. Бхава Махадавагни материальное существование сравнивается с бушующим лесным пожаром. Это очень подходящее сравнение, потому что в лесу никто не устраивает пожар, но он происходит. и вы не можете его остановить. И когда начинается лесной пожар, вы не можете остановить огонь при помощи множества своих методов противодействия пожарных, пожарной бригады или ведер с водой. Это не поможет. Поэтому Шрила Вишванат Чакраварди Такхор сравнил материальную жизнь с бушующим лесным пожаром. Материальный мир это бушующий пожар в лесу. Лесной пожар очень типичный пример, потому что никто не устраивает пожара в лесу. И также его невозможно погасить при помощи множества методов противодействия. Весьма уместный пример. Аналогично в материальном мире никто не желает никаких беспокойств. Но естественным образом эти беспокойства приходят. И все знают об этом. Все пытаются достичь счастья. Никто не хочет страдать. Но страдания приходят сюда. вы не можете их остановить. Поэтому те, кто преуспел в знании, они принимают это за само собой разумеющееся. Я не хочу страданий. Но страдания не остановить. Они приходят ко мне. И тогда зачем мне пытаться достичь счастья? Оно тоже придет само. Вот это очень правильный вывод. Если без моих усилий на то страдания приходят ко мне. А есть две стороны. Страдание и счастье. Две стороны. Если страдания могут приходить ко мне без моих на то усилий, то и счастье может также прийти. И мне не нужно прилагать усилий к этому. Потому что это лишь другая сторона одной медали. Так зачем мне тратить свое время на достижение материальных счастья или страданий? Так приписывают шастры. Например, страдания приходят ко мне сами собой. Точно так же в зависимости от моей судьбы. Что это значит? До какой-то степени мы страдаем, до какой-то степени наслаждаемся. В действительности нет наслаждения, но мы считаем его наслаждением. Битва за существование, это борьба за ослабление страданий. Мы считаем ее счастьем. В действительности в материальном мире нет счастья. Так или иначе, даже если есть счастье и страдания, эти два относительных Если одно может прийти без наших на то усилий, то и другое может прийти без наших на то усилий. Это факт. Все пытаются стать счастливыми в соответствии со своими фантазиями или усилиями, но не может быть никакого беспримесного счастья. Такова природа материального мира. Поэтому мы должны сделать вывод. Мы вынуждены, обречены страдать, испытывать определенное количество так называемого счастья, определенное количество так называемого страдания. Страдания тоже так называемое, и счастье тоже так называемое. И это объясняется в Бхагаваддите. Счастье и страдания, которые приходят и уходят, они анитья. Они не продлятся долго. Приводится пример. Зима и лето. Они приходят и уходят. Кому-то нравится зима. Кому-то очень нравится лето. В западных странах людям очень нравится лето. А в этой тропической стране людям очень нравится зима. В действительности, лето и зима — это и не страдания, и не счастья. Это лишь возникает из-за ощущения кожи. Матрас-паршасту. Матрас-паршаст — это все из-за соприкосновения с кожей. Мы чувствуем это так. Страдания и счастья. В действительности, как утверждает Кришна, материальный мир — это место страданий. Здесь нет счастья. В Бхагавадгите описывается, это место для страданий. Дукха-Алэм. Алэм. Покуда вы еще живете, это место для вас — Дукха-Алэм. Вы в страданиях. Несколько раз мы объясняли это. Итак, мы должны очистить сознание. Тогда эти так называемые страдания и счастья не будут касаться нас. И это описывается здесь. Здесь мы испытываем некоторое счастье, небольшое счастье в сатвагуне. И тем не менее, эта сатвагуна может быть осквернена раджагуной и тамагуной. Раджагуна и тамагуна — это прямое страдание. А сатвагуна — там есть некоторый вкус счастья, но это не полноценное счастье. Полноценное счастье — это сатвагуна без какой-либо примеси раджагуны или тамагуны. Это трансцендентное состояние. И здесь описывается сатвагуна речь не идет об этой сатвагуне, когда их перечисляют. Сатвагуна, раджагуна, тамагуна. Здесь идет и речь о свачхам. Свачхам — значит, очищенное, полностью очищенное состояние без примеси материальных качеств. Сатвагуна — сатвагуна — сатвагуна. сатвагуна. Сатвагуна — все ищут покоя в душе, в уме. Люди приходят в духовное общество или как-то еще. Все ищут мира, покоя сатвагуна. Сатвагуна можно достичь, когда сатвагуна 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 сатвагуна. Когда ваше состояние будет в сатвагуне полностью очищено, тогда вы можете обрести шанти, полностью очищенное. Это объясняется в Бхагавадлице. На шучхоти, на кангхоти. На шучхоти, на кангхоти. Когда вы не скорбите ни о чем и ничего не жаждете. Как только вы страстно чего-то желаете, у вас не может быть шанти. Как только вы чем-то обладаете, то вам не избежать скорби. Эти два материальных аспекта, они повелевают нами. Мы жаждем, страстно жаждем чего-то, чего у нас нет. А когда мы обретаем это, если мы утрачиваем это, мы сокрушаемся. А так, шанти, значит, отсутствие страшных желаний и скорби. Это называется шанти. Как правило, чем бы мы не обладали, у нас есть это страстное желание, это раджа-гуна. мы всегда чего-то алчим. Даже вплоть до уровня так называемого совершенства, как, например, Карми. Карми думает, что совершенство жизни — это очень высокий стандарт жизни, счастливая, удобная жизнь, например, в странах Запада. Они думают, что иметь хорошие дороги, хорошую машину, очень высокий небоскреб, все возможности, современные удобства, как это называется. Вот это стандарт счастья. А мы, люди на Востоке, мы тоже им подражаем. Но в действительности спросите, у них, у тех, у кого все это есть. Достигли ли вы такого положения, когда вы ничего уже не хотите? Нет, это невозможно. Они все равно чего-то страстно желают. Что говорить об обретении этих материальных возможностей? Даже если живое существо отправляется на райскую планету, это также включено в параметры счастья у корми. Они хотят счастья в этом мире, а также в следующем мире. После смерти они также хотят отправиться на райскую планету, на Сваргалоку, где жизнь длится многие тысячи лет, стандарт счастья, очень-очень высок. Там места очень красивые, женщины очень красивые, сады, все эти описания есть, Нандана Канана, и там есть Апсары. Это тоже еще один более высокий уровень жизни, и жизнь длится дольше. Таково положение кармы. Агьяни, они стремятся слиться со Всевышним. Они знают на собственном опыте, что даже стандарт материального счастья, доступный на райских планетах, не принес им полного удовлетворения. Поэтому они стремятся стать единым со Всевышним. Это принесет мне счастье. Я стану единым. Они становятся манистами, агам-брамасами. Я един с Браманом. Это тоже горячее желание. Мукти значит освобождение от материального несчастья и обретение духовного счастья. Я Браман. Я тот же Верховный Господь. Вот такие домыслы. Это тоже страстное стремление. и сиддхи, йоги. Они хотят множество совершенств. Они малагима, махима, прапти-сиддхи, пракамма, ишита, башита. Есть восемь разновидностей йогических сиддхи. Вы можете стать меньше мельчайшего, больше величайшего. Вы можете стать легче легчайшего. Вы можете обрести все, что хотите сразу же. Это некоторые из йога-сиддхи. Но это тоже алчность. Это тоже алчность. Это не шанта. Не говоря уж об обычных живых существах. Они просто чего-то желают. Даже так называемые совершенные карми, дьяни, йоги, они тоже не шанта. Они стремятся к чему-то, жажда к чего-то. Поэтому Чайтанна Чаритамри так говорит, Ками это тот, кто желает. Желаете ли вы удобств для материального тела разных стандартов либо на этой планете, либо на других планетах. Например, они пытаются отправиться на Луну на Луну чтобы обрести более высокий уровень жизни. К сожалению, их туда не пускают, и они возвращаются. Вы не можете таким образом достичь высших планет. Вы должны быть достойны этого. Я несколько раз уже обсуждал этот вопрос. Например, американский стандарт жизни лучше нашего стандарта жизни в Индии. Но вы не можете попасть в Америку или американцы не могут попасть в Индию без визы, без специального разрешения. Но точно так же по собственной прихоти вы не сможете попасть на высшую планетарную систему. Это невозможно. Так или иначе, это поле деятельности кармии. Те, кто хотят стать счастливыми при помощи своей деятельности. Я стану счастливым таким образом, я стану счастливым вот так. Я построю планы. Это кармии. Они строят планы, чтобы стать счастливыми. Но они забывают, что это Духхалая Машашва там. Материальный мир это место для страданий. они забывают об этом. Ученые, физики, они все пытаются сделать эту жизнь очень удобной. Их называют Дурашая. Они думают, что корректируя материальную ситуацию, мы можем стать счастливыми. Дураша и Бахира Артаманина. Эти кармии. Их надежды никогда не оправдаются. Это называется Дураша. Аша значит надежда, а Дураша значит то, что никогда не станет успешным. Итак, эти материалистичные люди, карми, пытаются стать счастливыми, приспосабливаясь в материальном мире. Это описывается в Бхагаватам, Дураша. Вот такие надежды никогда не исполнятся. Они никогда не вымечаются успехом. Но кармии думают, что они станут успешными. Они очень тяжело трудятся. Каким образом? Бахи Рарта, Бахи Прагья, или внешняя энергия, или материальная энергия. Материальная энергия называется внешней энергией. Бахи значит внешне. Поскольку они так думают, они связаны правилами, ограничениями этих строгих законов материальной природы, но они думают, их называют кармией. Они не могут быть шантой. При помощи материальной деятельности вы не можете быть счастливыми или умиротворенными. Это невозможно. Это объясняется здесь. шахтагунах 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 вы должны прийти на уровень добродетели и тем не менее даже ее нужно очистить. Это называется уровень басудевы или трансцендентный уровень. Как объясняется в Бхагаватам басудевы сарвам идти. Вот тогда, когда вы достигнете этого уровня, вы увидите, что все божественно басудевы сарвам вы повсюду увидите сознание Бога. вот это уровень шанти. До этого вы не сможете это обрести. Либо вы становитесь кармией, либо гьяни, или йогом. Но о шанте не может быть и речи. Это невозможно. Поэтому Чайтана Чаритам Ритакар говорит Кришна Бхакта преданный Господа Кришны человек, который сознает Кришну целиком и полностью. У него нет таких желаний. Нет таких желаний. Например, Чайтана Махапрабху говорит в своей молитве таково положение преданного. Как правило, корми хотят чего-то от Бога. Они идут в храм, в церковь и просят чего-то. Я страдаю, у меня нет денег, пожалуйста, дайте мне денег. я голоден, дайте мне хлеба, дайте мне что-нибудь. Пока мы находимся на вот этом уровне дай мне, мы никогда не станем счастливыми. Вы получите это, если вы идете к Богу и просите Его, Боже, дай мне хлеба насущного. для Бога не составляет труда дать вам хлеба. Он дает хлеб каждому, почему не вам? Он дает хлеб слонам, муравьям, а сколько вы можете съесть? Для Него это нетрудно. Но вы должны идти к Богу не для того, чтобы просить что-то, но чтобы дать что-то. вот это уровень Басу-дева. А тогда вы обретете шанти. Когда вы отправитесь к Богу не ради того, чтобы просить материального счастья или материального освобождения мукти, и не для того, чтобы фокусы показывать, как йоги показывают иногда какие-нибудь мистические совершенства, если вы хотите все это, вы никогда не обретете счастье. Вы будете испытывать страдания и беспокойства. Поэтому уровень предности читаний Махапрабху не обладает ничем. Надханам, Наджанам, ничем не обладать. бхакти, наше отношение с Богом это бхакти, это служение. Бог велик, а мы самые незначительные слуги Бога. Наш долг служить Богу. Когда вы подниметесь на этот уровень, тогда будет Шанти. В противном случае Шанти невозможно. У Кришна Бхакты нет желания. А зачем ему желать? Он знает, Кришна здесь. Все, что мне нужно, Он даст. И Кришна сказал, а те, кто постоянно заняты служением мне, я позабочусь и обеспечу их всем необходимым для жизни. Почему не должен верить Кришне, если я сознаю Кришну? Я буду исполнять свой долг как слуга Кришны. И все, что мне нужно для удовлетворения потребностей, Он все это устроит. Если вы будете убеждены в этом и полностью займете себя сознанием Кришны, вот это состояние Шанты, это состояние Шанты, полностью зависти от Него. Я предамся Кришне. Кришна говорит, я оставляю все, даже средства заработка на жизнь, я оставляю это. Кришна говорит, Сарва Дхарман, «Если я оставлю все, я, может быть, сомневаюсь, как же тогда я смогу жить, если я все оставлю?» Нет, вы будете жить, если вы верите в Кришну. Если Кришна говорит, я защищу тебя, так почему мне не верить этому? Это называется преданностью, полным преданием. Кришна, я займу себя служением тебе, как ты повелеваешь. Если мы полагаемся на это утверждение Кришны, тогда мы обретаем Шанти, в противном случае Шанти не будет. И это называется Саттвагунам Сватчхам. Итак, я приступаю к поклонению Божеству, но в то же время у меня должно быть что-то тут прибережено на черный день. Если Кришне не удастся мне помочь, эти деньги помогут мне. Но это не Сватчхам. Сватчхам значит полная чистота. Поэтому Чайтанья Махапрабху советует Махапрабху Сватчхам Махапрабху Парамапарам Джигимисху Бхавасагарас Сватчхам Вишайнам Сандарсанам Атаджюси Танша Хаханта Хаханта Вишабхханат Виасаджу Конечно, мы не настолько продвинуты, но у нас есть множество примеров продвинутых преданных. И до сих пор в Индии есть такие. Вы найдете их во Вриндауне и в других местах в действительности. У них нет средств поддержания своей жизни. Они умываются в Ямуне, просто садятся и повторяют Харе Кришне. До сих пор есть такие преданные. Это Шанта, полная зависимость от Бога. Это высочайший уровень духовной жизни преданности. Есть много историй и много случаев. И это так, как Богован говорит. Он доброжелатель, он друг каждого. Завридамсарва-бхутанам. Если мы действительно верим в Васудеву, Кришну, в то, что он друг каждого, то тогда почему он не мой друг? Если он друг всех, и я включен в этот список. Вот такая вера, когда есть такая вера, тогда начинается Бхагават-бхакти. Когда мы со всей серьезностью подходим к наставлениям Кришны, с этого начинается Махатма. Что делает Махатма? У Махатма нет иных занятий, кроме предного служения. Сравнам Киртанам Вишну, он всегда слушает о Верховном Господе, он всегда прославляет Верховного Господа. Вишну это Верховная Личность Бога. Но мы не знаем этого. Мы не знаем этого. И поскольку люди не знают этого, поэтому существует эта миссия в сознании Кришны для того, чтобы просветить людей. Знаете же сейчас в других предшествующих ваших жизнях в формах кошек, собак, деревья, рыб, насекомых и множество других форм жизни. Восьми миллионах четырехсот тысячах. Вы не знали этого, вы не могли этого знать, но сейчас у вас человеческое тело. Воспользуйтесь этим знанием, воспользуйтесь этой информацией, данной в ведических текстах. У вас столько преимуществ. Изучайте это. у вас есть развитое сознание человека. Постарайтесь понять это, и тогда ваша жизнь будет успешной. Чтобы подняться на этот уровень, здесь сказано, вы должны очистить свою читту, сознание, свачу. Оно должно стать кристально чистым, прозрачным, свачу. и это ступень понимания Бхагавана. Этой стадии можно достичь при помощи Бхагават-бхакти, предного служения. Предное служение начинается просто со слушания и повторения. У нас есть все эти книги. Любой может воспользоваться этими книгами. Сейчас они переведены на английский язык. Мы получаем очень вдохновляющие отчеты из западных стран о том, как хорошо продаются наши книги. Мы даже не успеваем их печатать повсюду в Европе, в Америке особенно. Все библиотеки, колледжи, профессора, учителя с огромной благодарностью получают эти книги. Итак, эти книги для того, чтобы напомнить нам, поскольку мы забыли Кришну, поскольку мы забыли Бога из-за беспокойного ума, мы должны сделать его шанта спокойным, умиротворенным. Не став спокойным и умиротворенным, вы не сможете понять, кто такой Бог. чейтой ити ранавидча сфитас сатте прасидати, когда наше сердце больше уже не будет подвергаться нападкам саттвагуны и раджагуны, то есть раджагуны и тамагуны. для чего читается эта лекция? Для того, чтобы понять Шимат-бхагаватам. Зачем? Чтобы очистить сердце. не стоит думать, что мы полностью очистились от всей материальной скверности, но даже если хотя бы немного ее уйдет, и это начинается сразу же, как только вы начинаете слушать, говорить об этих текстах, ведических текстах, или повторять мантру Харе Кришна, тотчас же начинается процесс очищения и Нашта Прайешу Абадришу почти все очищено, не на 100%. Каждый день речь не идет о формальной бхагаватасаптахе. Нет, не тем, нет такого понятия. как бхагавата саптаха, ни в какой ведической литературе. Это просто вымысел очередной, выдумка. Бхагаватан говорит, не тем бхагаватасэвэя. 24 часа в сутки вы должны посвятить себя бхагаватам, служением бхагавате, то есть личности бхагавата или книги бхагавата. Есть две категории бхагаваты. Личности бхагавата это духовный учитель и есть также книга бхагавата. И нет разницы между ними, поскольку личность бхагавата советует вам читать бхагавата. И читая бхагавату, вы понимаете, кто такой бхагават и кто такой духовный учитель. Таким образом, бхагавати уттама слоки бхакти бхавати бхагават бхагават таков метод очищения сердца и постепенного достижения совершенного полного умиротворения. И это совершенное умиротворение, это состояние необходимо для того, чтобы постичь Верховную Личность Бога. Бхагава.